всем здравствуйте здравствуйте всем кто нашел время прийти лично и кто нашел время послушать записи давненько мы с вами не собирались 150 лет наверное да кажется мы уже три жизни прожили с того момента когда мы с вами вообще общались и в stories и и в прямом эфире пока присоединяется народ я вам расскажу просто быстренько что я сегодня без слайдов потому что хочу поговорить с вами достаточно быстро вообще кстати слышно меня поставьте плюсик пожалуйста то я когда даже не спросила вас без слайдов и расскажу вам просто свои мысли которые у меня возникают по поводу всего происходящего но в сферу образования на потому как это прямая прям прям прямая взаимосвязь с тем что происходит в мире и образование да все меня слышно но окей отлично давайте и такое небольшая прелюдия я вам расскажу пару новостей потому что в stories не рассказывала их значит за это время пока мы с вами запаслить дать я буду говорить за последние три недели до до и после мы закончили вернее мой ребенок закончил первый класс не я она закончила первый класс кто не знает то расскажу что мы на семейном образовании мой ребенок не ходит в школу и первый класс мы вот буквально завершили и подали запрос на справку это вот может быть неделю назад все восемь предметов у нас нужно было сдать потому что мы не запрашивали справки по физкультуре и по рисованию я подумала что это очень сложно проще было сдать аттестацию на самом деле там всего несколько вопросов кто ли 10 то ли 15 вопросов и по этим предметом мы тоже сдавали аттестацию вернее как мы сдавали ребенок мы сдавал на моем на моем гаджете вот и получается что сейчас мы будем вот оставшееся время проходить программу первых начальных классов то есть получается первого класса и она английском языке и где-то ближе уже к лету мы подключим параллельно вернее подключим на второй класс и я думаю что где-то до сентября мы сдадим вернее опять мой ребенок сдаст все время мы дамы второй класс вот в связи с этим я хочу сказать что конкретно я и конкретно мой муж мы очень много занимаемся образованием нашего ребенка непосредственно сами то есть мы не отправили ее в школу не потому что нам нечем заняться а потому что условия которые сейчас в школе в которые образование тот уровень образования который предоставляет нам школа в нашем государстве он не устраивает наш 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 запрос скажем так и я хочу сказать вам что если вы не рассматриваете для себя для своего ребенка семейное образование ну по каким-то причинам например да вот ну никак никак для вас это то знаете последуйте примеру марка твена который сказал что я не позволяю школе вмешиваться в мое образование пускай это школа которая вот у которой уходит ребенок все таки будет у вас это второстепенным и первостепенным все таки будет то образование которое вы конкретно дадите своему ребенку я топила и топлю как сейчас модно говорить за самообразование родителей неважно на скольких работах вы работаете на двух на трех сколько у вас детей чем больше у вас детей тем больше ответственность на вас лежит за образование ваших детей потому что дети ваши родились потому что вы захотели чтобы они родились и количество детей не является оправданием к тому что вот я ничего не у меня столько детей я ничего не успеваю поэтому мне проще их за чеку значит о чем я хочу сегодня с вами поговорить сегодня все что сегодня прозвучит это мнение меня как педагога как профессиональные англомамы и кто не знает это моя миссия это нести образование массы и в частности это семейное образование не именно семейное образование как форма а образованная семья значит смотрите все беды которые происходят в мире вот неважно какие неважно где вообще мы говорим сейчас про мир да вот все любые беды это причина у них у всех это низкая низкий уровень образованности в сочетании со слабо прокачанными личными качествами как-то плохо сама себя слышу значит что это значит знаете вот давайте начнем со второго прокачанные личные качества сейчас вот наши последние несколько лет стало очень модно ходить к психологам и вот я на самом деле сама к психологам не хожу но я слышу везде вокруг что многие очень ходят к психологам везде статьи про психологов и многие очень пишут про свою рефлексию да рассказывают как они ходят к психологам что психологи говорят и так далее полови и появилось много мемов когда человек выходит психолога и кстати не зря да это все появилось люди подмечают весь такой выходит человек у него что называется там ножи и топоры что я сейчас вас всех там разнесу вот эта вся мода там про токсичность и все такое далее на что я хочу здесь сказать я уже давненько подметила такую мысль что психологи сейчас делают в общем-то не очень хорошую вещь в том плане что они воспитывают инфантилизм у нас и так поколение которое вот вот сейчас вот наше поколение скажем так молодые люди от 20 до 40 лет вот это вот поколение да я беру инфантильность зашкаливает выше крыши то есть все себя жалеют вот я вот не могу переступить через себя я всю жизнь себе в чем-то отказывала сейчас я стала ходить к психологу мне мой психолог говорит что если вы не хотите это делать то не делайте мой психолог говорит что мне не нужно отказывать себе что если мне не нравится например играть с ребенком то не надо себя заставлять оставлять, через силу это делать, что обращайте на себя внимание, вот понимаете, бред собачий, значит, что значит вот себя, вот это называется жалеть себя, это называется непрокаченные личные качества, вы уже не ребенок, вы взрослый человек, у вас есть ребенок, вы сама мама, вы сам папа, и это накладывает на вас ответственность определенную, когда вы уже не можете рассуждать категориями, хочу, не хочу, нравится, не нравится, есть ответственность, есть ответственность за вашего ребенка, за его будущее, за его настоящее, вот вы же не говорите себе, ой, я не хочу сегодня готовить еду, пускай вот как оно как-нибудь само, да, кто-нибудь пойдет и сам себе приготовит, вы идете и готовите, так вот с образованием ребенка пойти с ним поиграть в нужные игры, в правильные, для того, чтобы у него сформировать критическое мышление и так далее, сейчас я буду про это дальше говорить, да, вам может это не хотеться, вам может это не нравится, но вы же родили ребенка не для того, чтобы просто вот он был, да, как цветок на подоконнике, вы родили ребенка, и ваша задача его воспитывать, это задача не школы и не государства, вернее как, государство, государство очень хорошо выполняет эту задачу, школа очень хорошо выполняет эту задачу, но надо понимать, что любой режим, который устанавливается в государстве, он прежде всего начинает с образования, потому что управлять легко бедными и необразованными, вот это вот цель, если вам кажется, что у нас образование, что у нас государство заинтересовано в образовании ваших детей, то пусть вам перестанет это казаться, пусть вы проснетесь, посмотрите вообще вокруг, выгляните в окошко, да, и стряхните с себя вот это все, что на вас налипло за последние-последние годы, что на вас навешали, везде, где всех что-то говорили, государство вам о нас позаботится, государство еще никогда ни о ком не заботилось, в частности, мы говорим, допустим, про наши страны бывшего Советского Союза, да, некогда им о нас заботиться, пока еще до этого наш уровень цивилизации не дорос, в частности, образование, никому, кроме вас, образование ваших детей не нужно, государство научит ваших детей, оно научит обязательно, но оно научит тому, чему, что ему нужно, понимаете, получается, ваш ребенок, это как пустой холодильник, вот, или там, не знаю, пустая книжная полка, вот, приходит человек со своими моральными качествами, да, со своим моральным кодексом, и вот какие книжки он считает нужным, он те и положит на эту полку, вот, если человек, допустим, там не очень хороший, да, не очень добрый сам по себе, он увлекается всякими какими-нибудь нехорошими вещами, и книжки он соответствующие читает, и на эту полку он книжки такие положит, придет другой человек, и положит он другие книжки, Так вот, смотрите, один человек – это вы, другой человек – это государство. Если ваше мировоззрение совпадает со всем тем, что государство с вашей политикой, например, вы полностью всё согласны, то окей, вот это всё будет вашего ребёнка в школе. Если вы в чём-то не согласны или если вы хотите, например, дать своему ребёнку альтернативу, научить его мыслить, думать в первую очередь, да не просто поглощать, а думать, в таком случае занимайтесь образованием своего ребёнка самостоятельно. И в частности прокачивайте личные качества, как у себя, так и у ребёнка. И все вот эти разговоры, что мне психолог сказал, если ты не хочешь, можешь не делать, не переступай через себя, иди, живи вот как, пришло время жить, как тебе хочется, и всё такое, вот это вот жалеть себя, перестаньте жалеть себя, это инфантилизм. Это, знаете, психолог говорит то, что вы хотите слышать, но это совершенно не имеет никакого отношения к сильной личности, к личности, к думающей, потому что если вы будете читать, если вы читаете, да, книги, которые писали сильные личности, умные книги, философы, да, о чём они всегда рассуждают, о чём в школе, вспомните хотя бы предмет человека общества, вот Гегеля того же самого, да, всё равно же вы учились в школе. О чём все эти люди рассуждали? О преодолении себя, о преодолении своей лени, своих худших качеств, своих слабостей, и о воспитании сильных качеств. Да, для того, чтобы быть личностью, вы должны постоянно преодолевать себя, а не вот это вот всё, вот если тебе не нравится, то этого не делай. Вы знаете, это, наверное, можно сказать ребёнку, который в садике или в школе, и когда вы его отправляете туда, вы можете сказать это ему, чтобы он мог противостоять мнению, например, старшеучителя или там воспитателя, когда что-то, какой-то взрослый, может принуждать его к чему-то, да, и вы скажете, если тебе это не нравится, ты не обязан это делать. Но это не имеет никакого отношения к вашим прямым обязанностям как матери, как родителя. Я сейчас говорю к вам, к женщинам обращаюсь, но я ни в коем случае не снимаю никакой ответственности с отцов, потому что сейчас на нас, на женщин вообще свесили всё, свесили абсолютно всё. Но я вот сейчас очень хочется и высказаться там, допустим, на какую-то политическую тему, да, я сейчас на эту повестку, когда на женщин тоже всё, какие-то требования, которые предъявляют, обращаются почему-то к женщинам. Я не буду, сейчас же нам блогера вообще, там мало что можно говорить вслух, поэтому, ну вы поняли меня. Поэтому я сейчас как бы обращаюсь к вам, потому что моя в основном аудитория женская, но знаете, что родители, это вас двое, и поэтому ответственность за образование ребёнка, папа несёт точно такое же, как и мама, вот, и вот эти вот личные качества должны прокачиваться как у папы, так и у мамы, и, соответственно, надо прокачивать их у ребёнка. А то потом получается у нас, да, какой-то вот ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, ну, мне же, ну, вот, мне же психолог сказал, что нельзя себя вот прям пересиливать, нельзя вот прям вот это вот над собой насилие совершать, если не хочешь, то не надо. Ну вот, вам психолог это сказал, а теперь посмотрите, как это на вашей жизни отражается. Вы знаете, вот если бы я себя, если бы я вот жила по этому принципу, который сейчас психологи вот эти продвигают, да, мой бы ребёнок не говорил по-английски лучше меня в свои 7 лет, 8. Я бы не имела сейчас то, что у меня есть, потому что мне ничего с неба не падает, у меня нет родителей богатых, у меня нет родственников, депутатов, да, или политиков, или кто, и я вообще сама не имею к этому отношения. И вообще вот всё, что в моей жизни есть хорошего и лучшего, это всё, я, всего я добилась именно своим характером, преодоление, преодоление и работы над своими слабыми какими-то чертами и вытаскивание своей жизни за счёт своих сильных. Да, мне тоже не хочется, мне не хочется вставать по утрам, мне не хочется рот раскрывать, чтобы с ней поговорить, мне не хочется с ней заниматься школой, двумя школами, на русском школу я сейчас с ней тащу и на английском. При этом у меня ещё есть лингвая академия, да, у меня есть англостарт, там у меня мамочки, мамочки, кто меня с англостарта слушает, я к вам вернусь, пожалуйста, потерпите ещё денёк завтра, я обязательно к вам приду в чат. Вот, и много всего, много разной ответственности только благодаря тому, что я понимаю уровень своей ответственности, что если я сейчас буду сидеть и ныть, что вот, как же так, мне же не хочется, это же не надо же над собой себя насиловать там или ещё что-то, то я так и останусь там же на задворках. Поэтому времена другие, времена прошли, когда можно было позволить себе растекаться киселём и сидеть и ничего не делать особо, да, сейчас всё, сейчас уже, я имею в виду даже не события последних трёх недель, а я имею в виду, что мир изменился. Вот посмотрите, кто-то, вот какая-то страна сидит, а какая-то страна нет. Я посмотрела в последнее время новости разных стран, в частности наших постсоветских стран, я там и казахстанские новости читаю, и белорусские новости читаю, и украинские новости читаю. Вы знаете, какой у меня инсайт? Это когда я слушаю, как мэр, например, города Киев в прямом эфире, я смотрю новости на английском языке, у нас вот, например, по телевизору показывают Deutsche Welle, на английском языке, не отключили. Вот, и я смотрю, как депутаты, обычные люди, так скажем, да, какие-то мелкие депутаты дают в прямом эфире журналисту, там, европейскому на английском языке интервью. Вы можете себе такое представить про депутатов вот наших, нашего округа, московских депутатов, да, там, или нашей Государственной Думы, уровень образования? Уровень образования резко, резко отличается. Потому что что? А потому что мы до сих пор сидим и боимся, ой, как это так? Я же сейчас буду английскому языку ребёнка учить, а вдруг у него... И начинают мне диагнозы перечислить. Знаете, диагноз у нашей страны и у наших людей только один. Страх и дебилизм, который этот страх вызывает. Пока вы сидите и боитесь, пока вы сидите и верите своим соседкам, которые, там, бывшая какая-то учительница английского языка, или тётя логопед, которая 60 лет, которая в жизни никогда английского не учила, и тем более не знает вообще, что такое, как работать с детками-билингвами, и у неё там мозг совершенно даже никогда и не думал в эту тему. Но она вам сказала, что, а, раз вы английским занимаетесь в годик или в полтора, значит, у вашего ребёнка будет отставание, вдруг весь мир уже ушёл вперёд. Английский язык у нас в стране до сих пор стыдно воспринимается, как апогей образования, что если человек знает английский хотя бы на уровне интермидия, да, то он образованный. Позорище! На самом деле всё обстоит совсем иначе. Знание языка, свободное знание языка, это база, на которой вы потом строите всё остальное своё образование, а не наоборот. Вот сейчас у нас в стране, про Россию говорю, пока до сих пор все думают так, вот до сих пор мы живём в тайге, не знаю, как ещё сказать, в Средневековье, что вот сначала какое-то образование, и вот вишенка на торте, это вот если мой ребёнок английский выучит. А наоборот, всё совершенно, английский должен, это то, с чего должно начинаться, это то, к чему, с чем первоклассники в школу должны уже приходить. И это тот язык, на котором половина предметов должна в школе преподаваться. А у нас до сих пор вот, ой, пойдёт в школу, там что-то выучит, а потом, ой, нет, будем мы учить. Потом в первый класс ребёнок приходит, оказывается, проблема-то там, что учебник плохой, начинает учебник искать, а потом выясняется, что учебник не панацея, давай учительницу хорошую искать. Потом выясняется, что учительница тоже не панацея вместе с хорошим учебником, потому что, оказывается, то есть программа государственная, в которой учительница не может никак развернуться ни туда, ни сюда, каким бы ни учебник, ни учительница классными, талантливыми не были. А почему? А потому что государственного запроса на то, чтобы ваши дети знали английский язык и были образованными, нет. Умными управлять трудно. Следующий момент. Сейчас, сейчас, вот когда вот мир у нас сломался, я имею в виду вообще весь мир, да, на образование мы с вами конкретно в нашей стране особенно должны обратить очень-очень пристальное внимание, потому что ещё раз скажу, вернусь, что все беды от низкого, от низкой образованности. Что мы с вами можем сделать? Вот конкретно я, Наташа Романова, вы, допустим, там, Катя Иванова, да, и все-все-все-все, кто меня слушает и кто меня знает. Вы можете сейчас пересмотреть образование вашего ребёнка, снизить влияние школы и усилить своё влияние на ребёнка как родителя. Не обязательно забирать ребёнка из школы, например, если вы сейчас не можете это себе позволить. Но вы можете ослабить требования ребёнка к тому, чтобы он в школе вот это всё там изучал, посещал, допустим, да, и усилить своё присутствие в жизни ребёнка. Конкретно что нужно, чего не хватает нашим людям, нашим детям. Первое – это критическое мышление. В английской школе, я имею в виду в зарубежных школах, Америка, Великобритания, Европа, у них есть в школах отдельный предмет, который называется critical thinking. Вы когда-нибудь слышали, чтобы у нас с вами в нашей школе в русской был такой предмет? Да никто не слышал, потому что его не существует. Нет, может быть, вы скажете, да нет, у нас есть там какие-то элементы, нет никаких элементов. Я вот сейчас вам про первый класс точно могу сказать, когда я прошерстила эту программу вдоль и поперёк, так как я сама занимаюсь образованием своего ребёнка, нет никаких элементов critical thinking. Сейчас хочу вам найти, найду или не найду. У нас в российском образовании, абсолютно. Зато в образовании, например, американском и в образовании европейском есть отдельный предмет. Вот не могу найти, не приготовила, надо было вам приготовить. Ладно, потом в сторис покажу. Отдельный предмет, который называется critical thinking. Мы с моим ребёнком, например, занимаемся по этому учебнику, по этому предмету. Учебников на самом деле дофига. Не спрашивайте меня, какой конкретно. Вот просто зайдите, найдите, заберите, найдите главное, чтобы вот он так назывался. В чём смысл? А в том, чтобы ребёнка в первую очередь учить, отличать мнение от факта. Там прям есть такие задания. Даётся текст, а потом даётся какая-то мысль из этого текста, перефразированного, и ребёнок должен прочитать и понять, это мнение или это факт. И это не в шестом классе, и это не в восьмом классе. Это в первом классе уже изучаться должно, понимаете? А потом это всё усиливается и усиливается. Поэтому критическое мышление – это то, с чего вы должны начать у себя и у ребёнка. Отличать мнение от факта, уметь задавать вопросы и не верить всему, что ребёнок читает. Вы должны учить его не принимать на веру всё то, что в книге написано, а учить его сомневаться и идти искать другие точки зрения, а потом сравнивать их и анализировать. Это первое. Опять же, критическое мышление, все эти учебники, они все на английском языке, да, по большей части. Всё это у них уже давным-давно разработано. Опять мы приехали к тому, что нужен нам английский. Следующее. У нашего народа, сейчас говорим про взрослых, абсолютно отсутствует такой навык, такой навык, как причинно-следственные связи. Вот понимаете? Critical thinking называется предмет. Critical thinking. Причинно-следственные связи. Отсутствует. Вот у меня ребёнок тут недавно подошёл ко мне и спрашивает, мам, что такое причинно-следственные связи? Я ей объясняю. Говорю, понимаешь, это когда человек думает, что у него носки порвались, потому что где-то в Африке слон пукнул, да, то есть вот он, или он не видит, не видит этого, вот почему у него носки порвались, потому что у него натирает, например, там, да, обувь, или потому что у него носки старые, или потому что качество носков плохое и так далее. Вот это вот причинно-следственные связи, они вообще у нас, у нашего, у наших людей, мы говорим сейчас про взрослое поколение, отсутствуют напрочь. Мы с вами сейчас должны эти причинно-следственные связи у себя вырабатывать, это логика, заниматься, и с детьми, логично, конкретно, что с ними делать? С малышами, с малышами, вот если у вас сейчас прям лялечки еще, там, три годика, да, четыре годика, вот у меня, например, в программу Англостарт включены вот эти моменты, вы начинаете с них банального, логические цепочки. Логические цепочки, да, синий шарик, синий шарик, красный, синий шарик, синий, какой следующий ты поставишь? Он должен понять, что следующий красный, да, и вот так, вот так вот. В следующий момент с детками постарше, например, в пяти лет, это шахматы. Вот знаете, вот эти вот все, как они называются, настольные игры, это все, конечно, хорошо, но настольные игры, они не должны единственно только развлекать. Я тут вот как раз перед Новым годом увлеклась настольными играми, поняла, что у нас настольных игр, что очень мало. Еще спрашивала у вас совета, скажите мне, какие у вас настольные игры. Вот, и когда я начала вникать в них, я поняла, что большинство настольных игр это просто какая-то пустышка, развлекаловка, съедение, как-то, time killers. Но по сути дела ничего они не несут. Значит, смотрите, шахматы. Мой ребенок играет в шахматы. Это не значит, что она прям безумно хочет играть в шахматы, да, или что мы прям там увлекаемся. Нет, ну, конечно, мне нелегко ее воспитывать в шахматы. Вот сейчас достаточно сложно было приучить ее, например, что два раза в неделю у тебя порасписать. Я прям в школу, у меня, вот есть школьный дневник, у меня прям в школьном ее дневнике, который я ей пишу уроки, да, вот такой вот. Я ей прям пишу, у тебя сегодня по расписанию шахматы как предмет школьный. И два раза в неделю, по вечерам, вторник и четверг, в течение двух месяцев, через не хочу, через не могу, мой муж сажал моего ребенка, пока я работаю, пока у меня урок идет, и учил ее расставлять фигуры. Сейчас, спустя 2-3 месяца, она уже сама приносит шахматы и говорит вам, давай играть. Для чего это? А потому что шахматы, это когда ты делаешь шаг и думаешь о последствиях. Понимаете, вот они причинно-следственные связи и логика. Когда это смелость принимать решения, когда ты не складываешь ответственность за принятие решения на школу, пускай школа воспитывает моего ребенка, не складываешь ответственность на маму, ой, пускай мама там решит, что мне сегодня надеть. А ты сам решаешь, тебе эту пешку подвинуть вперед или не подвинуть, подставить ее или срубить, или не срубить вот эту фигуру. И думаешь, а если я это сделаю? А что дальше, мой противник, да? Мой соперник, как сходит? Вот что такое шахматы. Это логика. Это ответственность за свои решения. Вот оно, что является шахматы, что дают шахматы. То есть вам не нужно далеко ходить. А как же наслаждение жизнью после вступления в родительство жизнь превращается в сплошное преодоление? От кого тогда ребенок научится быть счастливым, если самые главные люди все через не могу? Ну, вы знаете, тогда большой вопрос. Для чего вы ребенка родили, если для вас воспитание ребенка это такое наказание через не могу? Я не чувствую себя несчастной. Да, я через не могу. Только подумайте, почему для вас так много не могу? Ну вот почему для вас так много? То есть насколько у вас прокачаны личные качества, что для вас воспитание собственного ребенка, сесть с ним поиграть в шахматы, заниматься его воспитанием, заниматься его образованием, для вас это такая тяжелая работа. Задайте себе эти вопросы. Что значит? И почему для вас воспитание ребенка это не то же самое, что наслаждение жизнью? То есть у вас ребенок отдельно, а жизнь отдельно? У меня нет, у меня все вместе. Когда я занимаюсь ребенком, занимаюсь ее школой, занимаюсь и играю с ней, развиваю вот это вот все, я получаю моральное удовлетворение от того, что я жизнь не зря живу. Что вот это вот. Ну вот, понимаете, я призываю людей делать через не могу, чтобы они работали над своей собственной, над своей личностью, потому что инфантилизм процветает. А что мне, как еще по-другому мне к ним обращаться? Сказать, что ну вот если вы инфантильный человек, ну да, конечно, ну ладно, давайте дальше, ну вы не можете, давайте дальше, продолжайте в том же духе. То есть я хочу сказать, что если вы по-другому не можете, вам надо брать свою ответственность за образование ребенка в свои руки и делать это через не могу, искать, работать над собой. Ну а как? Ну вот вы, например, зубы чистите. Не все же мы без ума, без памяти прям идем и перед сном зубы чистим. Когда-то вы не ухотите, потому что вы просто тупо устали, да? И для вас вот эти две минуты почистить зубы на самом деле сложные. Ну вы же через не себя приступаете, потому что вы несете ответственность за свои зубы. Вы знаете, что если я сегодня не почищу, завтра не почищу, и послезавтра, и вообще полгода не буду чистить, вы понимаете, какие будут последствия. Ну вот на примере зубов. Вы себя преодолеваете, свой инфантилизм, да, вот эта свою слабость своей личности, вот точно так же я призываю других. То есть эти люди, если для них воспитание ребенка через не могу, это значит им нужно конкретно подумать. Почему? Что я за личность такая? Мне 35-40 лет, да, а я вот такие вещи все, вот я вот прям, я как кисель растекаюсь. Вот поэтому мы сейчас и имеем то, что мы имеем. Безвольное, безмолвное общество, потому что вот у них вот это вот скособочено вот это наслаждение жизнью. Наслаждение жизнью состоит, вот именно книжки умные читать надо, философов читать надо, там они нормальным языком пишут. Наслаждение жизнью состоит в преодолении себя, когда вы видите плоды своего труда, когда вы видите то, что ваша личность развивается, а не стоит на месте, и вы постоянно оправдываете себя своей слабостью. Тогда у вас будет вот этот результат от того, что вы как личность развиваетесь в любом возрасте, неважно, сколько вам лет. Понимаете, у нас не должна останавливаться работа над собой вообще никогда. Это не значит, что я закончила школу, и вот теперь какая я есть, такая я есть. Вот теперь такую меня и любите. Нет, нет. Работа над собой должна быть каждый день. 30 вам лет, 40 вам лет, 50 вам лет, или 70 лет, пока вы живёте, пока вы дышите, пока вы не овощ, да, и живой человек, вы работаете над собой. Вот. Как вначале объясняли Мими про необходимость играть в шахматы? Никак не объясняла. Играем в шахматы. Это умная игра. Понимаете, я всё время говорю о том, говорю о том, что это умная игра, что это игра для умных, что это игра, что это привилегия. Не каждый может играть в шахматы, а ты сможешь. Да, ты научишься. Я поднимаю её самооценку таким образом, потому что, когда мы говорим, ой, это игра для умных, это не для тебя, таким образом самооценка у ребёнка падает. И он пошёл дальше, значит, я тупой. А я говорю моему ребёнку, что ты научишься. Мне не надо, чтобы она была гроссмейстером. Это не про это. Ребёнку не нужно становиться победителем в шахматах на каких-то турнирах. Вы должны на примере шахмат без отрыва от жизни учить своего ребёнка видеть связи. Поступок, последствия. Поступок, последствия. Причинно-следственные связи. Вот они. На примере шахмата. Ну как это ещё воспитывать? Вот я вам даю прям готовый бесплатный совет. И вообще я считаю, что шахматы как дисциплина должна быть введена в школу. Дети должны в первом классе в шахматы играть в том числе два раза, три раза в неделю. А не всякой фигнёй заниматься. Следующий момент. Это свобода творчества. Я не буду на этом сильно останавливаться. То есть позволяйте своему ребёнку выражать себя через творчество. Не важно, какой у него рисунок. Не важно, хочет он петь. Позволяйте ему петь. Не надо ему говорить, у тебя на ухо язык, ой, господи, на ухо наступил, медведь, не пой, да, или там ещё что-то. Ну, хочет он, пусть он делает. Для чего это нужно? Для того, чтобы он понимать себя начал, кто я. И мог выражать себя. Не боялся вслух сказать, кто я. Потому что мы сейчас что? Мы все боимся самовыразиться. Мы все не уверенные в себе. Ну, вот я не про себя говорю. У меня-то уверенность в себе, слава богу, присутствует. Но я знаю точно, что сейчас из десяти взрослых девять жутко не уверены в себе. Постоянно почему-то себя гнобят. Говорят, что да я хуже всех. Извиняются за тесты, например, я вот веду уроки английского, да. Они постоянно извиняются. Что вот это... Не надо извиняться. Надо именно... Вот из ребёнка, когда начинает выражать себя и без критики, просто позволяйте ему. Вам ничего не надо делать. Вам надо не мешать ему здесь. Не надо специально что-то здесь делать. Просто если он это делает, то, значит, пускай он это делает. Хорошо он это делает или плохо. Знаете, когда я в детстве очень хотела петь, моя вот уверенность в себе на самом деле, опять же, это работа над собой. Я знаете, какую работу провела? Без психолога самостоятельно, чтобы выразить... Выработать уверенность в себе. Потому что мои родители, мою уверенность в себе... Я была в детстве лидером. Я родилась изначально с лидерскими задатками. Но и мама, и папа мою уверенность в себе растоптали к концу школы. Потому что, когда я хотела петь, моя мама говорила, тебе медведь на ухо наступил. Когда я хотела играть на пианино, я потом в итоге научилась играть. А она ходила и вздыхала, что вот бы тебе мой талант, мое умение, мой слух. А я в итоге слух музыкальный искусственно развела, практикой, практикой. Папа тоже там мне подкидывал дровишек, что называется. И в итоге я закончила школу и поступала в университет жутко неуверенным в себе человеком. И уверенность моя пришла потом, когда я в университете уже училась. И потом, когда работать пошла, я поняла, что я могу, я умею лучше других. У меня есть много плюсов. Я могу... Самое главное, что я осознала, я могу работать над собой. Я... Вот прям вот работать над собой, да? У меня много было над чем работать. У меня и сейчас куча над чем работать. И я не останавливаю эту работу. Я начала работать над собой. И вот уже последние 17 лет, как я это осознала, да? Я работаю над собой постоянно. Почему? Вот я опять же, свобода творчества. Не критикуйте ребенка. Как нарисовал, так и нарисовал. Молодец! Нарисуй еще. Спрашивай, пусть он вот это свое я, выражает. И пусть он готовится к тому, что... То есть он не боится. Потому что сейчас вот все пришло к тому, что мы с вами сидим и боимся. Следующий момент, это спрашивайте мнение ребенка. Потому что у нас сейчас люди не имеют свое мнение. Дети вообще не имеют свое мнение. Когда начинаешь ребенка спрашивать, а ты как считаешь, да? А ты как думаешь? А я не знаю. Как это ты не знаешь? Ну, а кто будет знать? Да, вот я за ребенком, у меня когда ребенок отвечает, мне я не знаю. Она сейчас редко это отвечает, потому что она знает, что если она ответит, что она не знает, когда я спрашиваю ее мнение, я сейчас про мнение говорю, что она хочет, да? То я обязательно ей задам вопрос. А кто будет знать? Если ты не знаешь, чего ты хочешь, обязательно найдется человек, который скажет тебе, чего ты хочешь. Но вот будет ли это тебе выгодно? Это вопрос. Поэтому спрашивайте своего ребенка, какой чай он хочет, зеленый или черный. Спрашивайте, с чем он хочет кашу сегодня? С такой ягодой или с такой? С сахаром или с медом? Да? И не навязывайте ему. Спрашивайте, хочет он кушать или нет, допустим. И учитесь уважать его ответ. Какой ты сегодня хочешь надеть футболку, там, черную или белую, допустим, да? И пускай он сам принимает решение. И когда ребенок вас спрашивает, можно я сегодня не буду чистить зубы, я так устал? То вы должны ребенку сказать, это твое решение, потому что это твои зубы, ты несешь за них ответственность. Я научила тебя чистить зубы, я объяснила тебе, почему нужно чистить зубы. А вот дальше только ты несешь ответственность и принимаешь решение. Вот надо. Потому что мы ли детей про мнение не спрашиваем. Когда вы читаете ребенку книжку, вы не просто ее читаете, лишь бы прочитать и захлопнуть, да? Кому это надо? Он и сам это может сделать. А вы читаете для того, чтобы остановиться и спросить его, а ты бы как поступил на месте этого героя? Вот если бы у тебя попросил, вот, например, там, да, пип и паузи, например. Вот паузи упала на твоем самокате. Представь, что ты дал самокат, и паузи упала. Ты бы что сделал? Вот пип, например, вот это сделал. А ты бы что сделал, да? А ты бы как поступил? Вот все время задавайте ребенку вопросы и ждите терпеливо его ответ. А не так, что если он сразу не ответил, то вы за него ответили и дальше. Не надо за него отвечать. Не нужно. Вы задаете вопрос, значит, ребенок будет думать. Следующий момент. Это терпимость и эмпатия. Вы знаете, образование может быть каким угодно высоким, его может быть два, его может быть три, этого образования. Но если у человека не развита эмпатия, то это не человек, это робот, в которого вложили данные. Эмпатия – это то, чего не хватает нашему народу. Это сочувствие, это умение поставить себя на место другого человека и почувствовать реально, что он думает и чувствует. Поэтому эмпатия – это номер один, над чем вы должны работать с утра до вечера. Сами проявляете эмпатию к ребенку и, соответственно, у него работаете. Я, например, вот всегда была против вот этих всех запретов животных в школах, животных в больнице, например, да, когда у вас, ой, не водите животного. Я считаю, что в детском саду должны быть минутки или там еще что-то, кошки должны жить, собаки должны приходить. У ребенка дома, если есть возможность, обязательно должно быть животное. Если у вас, если вы живете не в городе, а на ферме, где-нибудь близко, если у вас есть возможность, обязательно ребенок должен контактировать с животными. Вот это первая эмпатия. Да, если вы не можете, если там у него, не знаю, аллергия на это все пушистое, ну, хотя бы муравьев его, там, не знаю, заведите. Или хотя бы приходите почаще куда-нибудь, где есть эти животные, чтобы ребенок мог с ними общаться. Летом во дворе этих всяких букашечек рассматривайте, пускай он там ухаживает за ними. Это как бы первый шаг эмпатии. Если у вас есть младшие дети, то вы должны обязательно говорить с ними о чувствах старших детей, потому что обычно старшим все время ты старший, ты, ты, ты. Ну, понятно, со старшими вы говорите как эмпатия про младших детей, да? Разговаривайте о чувствах. Учите ребенка описывать, что он чувствует. Спрашивайте, что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Прям вот этот вопрос задавайте каждый день ребенку. Неважно, ребенок плачет или не плачет. Если ребенок счастлив, если ребенок смотрит мультик, если вы видите, что он вот такой, что-то... Задайте ему вопрос. А что ты сейчас чувствуешь, ребенок? А это вот вы кушаете вы с ним вместе, да? И там, не знаю, обедаете. Скажите, тебе вкусно? Какой вкус ты чувствуешь? Приучайте ребенка обращать внимание на себя. Когда он начнет обращать внимание на себя, чувствовать, он начнет чувствовать и других. Задавайте вопросы, а что чувствует вот сейчас паузи, когда она упала? Да, вот с этого начинается все. А потом это все переносится в большую жизнь. Потому что если нет эмпатии, я еще раз хочу сказать, что это просто будет робот с вложенной в него программой. Все. Книг по эмпатию я не знаю. Честно. Эмпатия, это, ну, это... Это доброта, это психология, это наша жизнь с вами. Нет такой книги, которая просто про эмпатию. Ну, во всяком случае, я такую не знаю. Если знаете, напишите. Следующий момент. Если у вас ребенок, который учится в средней школе, то вы должны... Знаете, надо пересмотреть вообще сейчас. Вот я-то давно пересмотрела. Почему мой ребенок-то и не пошел в школу? Потому что меня не устраивает одно из... Это набор предметов. Что там изучается, и что там, наоборот, не изучается. Потому что вот эти все разговоры, я вне политики, это должно быть уже чем-то, что презирается. Потому что быть вне политики, это сразу сказать, я предпочитаю быть тупым, равнодушным, без эмпатии. Потому что политика сейчас пришла в дом каждого из нас. в кошелек каждого из вас. Даже если вы вне политики, понимаете, она все равно к вам пришла. Что с этим делать? Нужно понимать ее. Вы этого никуда не денетесь. Мы в этом живем. Если вы живете в обществе, если вы гражданин какого-то государства, то есть у вас паспорт есть, вы не граждан... Вот есть гражданин без гражданства. Есть лицо без гражданства. Есть такое понятие, да? Вот если вы не являетесь, а вы не являетесь лицом без гражданства значит вы уже в политике что нужно со средней школы нужно учить ребенка понимать государственное устройство и не только нашего да вот вернее вашего где вы живете а еще изучите какие еще бывают обязательно соседних государств обязательно объяснить какие еще быть чтобы понимать процессы да чтоб объяснить что вот есть например судебная система а есть законодательное там да есть еще что-то и 1 другой как она как они друг с другом коррелирует а если вот это будет вот этой управлять что получится а мир сломается нельзя чтобы так было а вот у нас как поэтому я считаю что в школах нужно обучать детей но вернее не в школах давайте не про школу давайте в образовании детей вот это включать политологию и экономику в обязательном порядке мой ребенок будет изучать экономику и политологию в обязательном порядке потому что она не должна быть слепым котенком в этом мире когда вы говорите что политикой интересоваться не надо вы ребенку говорите знаешь вот у тебя есть кошелек с деньгами а ты не должен интересоваться что у тебя там вообще потому что мы хозяева своего государства вот сейчас когда у нас никто не интересуется политикой получилось так что мы забыли что власть в государстве вообще-то это народ у нас в конституции это написано а вообще вот кто вот из вас вот здесь вот присутствующих да вы все люди с высшим образованием я думаю что практически все здесь вы с высшим образованием не говоря про школу то в школу тоже понятно кто сейчас может вот так сходу сказать что определение политики что такое политика вот можете знаете что такое политика вот ребенок подходит и спрашивает мам у меня ребенок подходит и спрашивает часто вопросы вот в том числе вот сейчас у нас многого разговоров по на эту тему название что такое политика а политика это искусство управления государством понимаете это не грязь это никак а что там еще нам навязывает это искусство управление государством и вот эти процессы базовые нужно знать и нужно интересоваться ими если вы ими не интересуетесь они будут интересоваться вами если вы сами не принимаете за себя решение то найдутся люди которые будут принимать решение за вас дальше самообразование родителей знаете я вот опять вернусь к этой теме чуть поглубже про нее скажу что если вы закончили школу и если вы закончили университет если вам уже сейчас не 22 года то на этом самообразование ваше закончится не должно вот я сейчас например поняла ну вернее каждый раз понимаю свои пробелы в образовании вот сейчас я заполняю пробелы в образовании истории россии например что я выросла и училась в казахстане я там заканчивала школу там у нас преподавался история россии например там был такой у нас предмет но он преподавался и очень сокращенные часы были в основном это была история казахстана вот и там мировая например да история несмотря на то что я училась в школе хорошо этот это вот у меня прошло мимо вот сейчас у меня это пробел я это вам мнение нигде не стесняюсь вам сказать это вслух чтобы вы понимали понимаете что не нужно стесняться признавать свои пробелы у меня это не единственный мой пробел вот и я по занимаюсь самообразованием я иду я изучаю я анализирую я никого попала слушаю опять же потому что историю 150 раз там кто-то кто как ее подает нужно понимать еще до кого слушать и здесь кстати и английский язык тоже помогает опять же мы возвращаемся к этому потому что я могу почитать и с этой стороны и с этой а потом сделать какие-то выводы свои поэтому учите языки учитель не языки а конкретно английского вам будет достаточно понимаете я вот еще попозже скажу почему именно английского а не другого не потому что я преподаю английский знаете не поэтому а потому что английский это язык который был выбран языком международного общения не надо думать в том ключе что это язык американцев или британцев или еще кого-то теперь это общий язык хотите иметь общий язык с миром говорите по-английски по поводу китайского я сразу хочу рассеять все ваши иллюзии китайский язык никогда не будет я вам как лингвист говорю с научной точки зрения никогда не будет китайский язык языком мирового общения несмотря на влияю силе усиливающие допустим китай влияние китая и все такое никогда потому что люди человек как вид он очень ленив и язык английский он еще стал в том числе языком международного общения потому что он очень простой для изучения и достаточно легкий его могут освоить все вот если вам кажется что ой это не для меня вы просто им не занимались достаточно и качественно английский могут освоить все китайский нет китайский сложный поэтому вам не нужно рассуждать какой язык бежать учить английский вот если вы уже английским владеете то конечно вы можете потом уже выбрать учить там следующий испанский китайский какой хотите но если английского нет то то плохо то плохо значит в самообразование потому что родители во многом пример для своих детей если вы не занимаетесь самообразованием если у вас постоянно отговорки о я там на работе я устаю да там приходите и сериалы сидите смотрите ну вот плохо а можно вместо этого почитать книжки хорошую литературу читайте качественную хотите художественную читайте художественную как но так но качественно не донцову не и не полякову хотите читать научную your welcome если у вас позволяет английский хотя бы на уровне интермиде читайте что-то слушайте на этом потому что если вы останавливаетесь в своем самообразовании то вы потом из ребенка и ребенка не можете в этом плане двигать то опять же возвращаемся к тому кем управлять легко государстве вы значит получается присоединяетесь вот в эту команду кем легко управлять их значит смотрите как при взгляде на образование детей уходите от энциклопедического подхода энциклопедический подход это когда вот заучивались там имена ученых да ты какие то ну вот мы еще с вами учились у нас еще был в школе энциклопедический подход то есть до эры интернета почему потому что тогда была проблема дефицита информации поэтому акцент делался на образование как энциклопедический подход а вот чем больше это значит сейчас не нужно совсем со счетов это смахивать конечно нужно знать и какие-то имена каких-то крупных там допустим до личности исторических и каких-то философов каких-то мыслителей еще кого-то и хотя бы понимать в какую какими в какую сторону этот человек думал да хотя бы вот его вот это знать это понятно вот то есть энциклопедическое все равно оно будет но не надо заполнять им всю коробочку потому что сейчас у нас проблема другая не дефицит информации а избыток информации и вы должны сами учиться и детей учить эту информацию уметь фильтровать и анализировать анализировать не верь всему что ты читаешь это первое вот это критическое мышление вот она работает поэтому уходите от энциклопедического подхода и учите ребенка думать учите его критически мыслить анализировать в первую очередь синтезировать выражать свое мнение это должны развивайте у него soft skills мягкие навыки погуглите что это такое развивайте у ребенка личностный рост это вот должны быть сейчас пересматриваться в школе вы этого не найдете поэтому я вам говорю объединяйтесь и сами над этим работаете у ребенка должны быть такие занятия как ролевые игры когда вы ребенка ставите в разные ситуации например вот смотри ты сейчас будешь продавцом боссом да а я буду клиентом тебе надо мне продать это вот как ты себя будешь вести вот если он разговаривает грубо и и высокомерно вот они soft skills да мы мучим ребенка общаться учим ребенка работать в команде взаимодействовать с другими членами знать свое место в команде не лезть выполнять за другого а свое выполнять свою часть потому что часто у нас что люди делают они свое не делают лезут к другому участнику в команде и тому мешают если и свое не делают это вот все все пошло наперекосяк вот этому всему надо учить детей учить чувство ответственности лидерские качества распределять лидер ваш ребенок или исполнитель и не надо из исполнителя пытаться делать лидера надо его учить жить правильно с исполнили в роли исполнителя так чтобы не в ущерб себе вот из этого выгоду вы выжимать это учитель детей выступать на публике обязательно выступать на публике это ораторское искусство деловое общение это театр должен быть у детей вот мы я сегодня с когда готовилась к эфиру я мужу свою спросила вот представь меня муж не педагог ни разу но я ему говорю вот представь ты открываешь завтра школу ну вот о школу общеобразовательным вот какие предметы будут в твоей школе каких не будет но про каких не будет мы не успели поговорить а вот какие будут вот он назвал это обязательно soft skills да вот это развитие личностный рост это обязательно шахматы должны быть для чего я уже сказала это обязательно должен быть театр вот для самовыражения для того чтобы я чувствовал себя да ребенок должен был чтобы вот он уверенность себе вот это вот вырабатывал это должен быть бизнес курс вот это цифровая гигиена цифровое общение ну да вот это вот все у детей развивать поэтому если сейчас сейчас знаете вы должны пересмотреть подход к образованию своих детей потому что это это поколение при котором мы с вами будем жить стариками вот смотрите сейчас старики живут при каком поколении вам нравится вот когда мы будем с вами старенькими какая будет у нас пенсия как о нас будет заботиться государство эмпатия будет или не будет и все такое да потому что кто-то из наших детей пойдет обязательно пойдет в управление в топ-менеджеры в то же самое госаппарат и вот мы с вами будем жить это вот это поколение которое будет она заботиться мы сейчас должны вырастить с вами такое поколение при котором мы с вами хотим жить вот подумайте об этом спасибо всем кто пришел я выговорилась на самом деле конечно я хотел сказать больше резче я прошу вас меня понять почему я не сказала не сказала например какие-то вещи более прямо вы понимаете да потому что мы живем как раз таки в то время когда такие слова как мир например да или еще что-то у нас и заповеди библейские у нас запрещены это ненадолго я думаю что мы с вами все равно сделаем так с помощью образование что наши дети они будут лучше нас всем спасибо я вам всем желаю чтобы чтобы знаете что что вы ощущали почувствовали во первых свои чувства да и вот это самовыражение чтобы она у вас в семье было и вы пришли консенсусу и у вас самообразование в семье заняло первое место это то над чем вы будете работать то есть вместо того чтобы включить телевизор или потратить время на соцсети вы преодолеете себя все-таки я на этом настаиваю и подумайте а как я сегодня поработала над тем чтобы мои сильные стороны стали еще сильнее а какие-то мои слабости стали еще слабее с вами была наташа романова спасибо что вы с нами всего доброго